Всем привет, меня зовут Сергей. Добро пожаловать обратно в Кроссаут. Темой сегодняшнего видоса становится скорострельный пулемет Шила, которому в одном из последних патчей увеличили базовый урон на 5%. Если посмотреть по рынку, то в данный момент Шила находится на дне, буквально. По бирюзе она занимает самую последнюю позицию, стоит всего 66 монет. Эту бирюзу вообще практически никто толком и не хочет. Что-то мне подсказывает, что если его покупать, то в основном просто для того, чтобы потом перепродать, когда ценник дорастет хотя бы до почти сотки. Сотка здесь уже, считай, есть у самопала, который находится буквально через одну позицию. А самая дорогая бирюза у нас будет, я так полагаю, новая пушка, да? Ну, это логично. Медиана, потом Эмили внезапно и синтез. Причем, если смотреть по цене покупки, то синтез стоит практически в два раза дороже, чем это несчастное шило. Тем не менее, давайте посмотрим, что оно сейчас может. Есть четыре разных крафта на сегодня. Гусеничный крафт, своеобразное такое гнездо, несколько пулеметов внутри. Ховер-кровать. Еще одна ховер-кровать с четырьмя пулеметами. И колесный крафт с тремя пулеметами. Поехали в бой. Я помню, самый-самый первый видос пошло, когда вышел. Видео называлось «Ярость карманной собачки». Просто за характер этого пулемета, что он по большому счету трещит и ничего толком больше сделает и не может. С того времени, я вообще не помню ни одного толком патча, когда шило. Прямо вообще представляло бы из себя реальную какую-то угрозу. И ребята, использующие этот пулемет, были бы действительно соперниками. Ну. Первый уже пошел. Плюс 105 очков мне начислили. Хорошо, поперлись дальше. И сейчас что-то мне подсказывает, опять же, эти плюс 5 процентов. Ой-ой-ой. Здрасте. Так, тихо, спокойно. Отлично, автопушка отъехала. Смотри, автопушка отошла довольно-таки быстро, кстати. Пулемет тоже минус. Прекрасно. Хотя урон стакается так-то. Посмотрите, как быстро в кабину я настыкал практически полтысячи желтого. Неплохо. Так, здесь надо помогать. Поехали. 360, капец. Сейчас быстро. Ой-ой-ой, тихо, назад. Назад, назад, назад. Ой, здрасте. Блин, не могу стрелять. Вот теперь могу. Отлично, прекрасно. Так, давай, Союз, отойдем немножко. Сейчас сами перекрутим, с тыла зайдем. Нас так-то у нас минус 3. Блин, Союза там дальше даю. Я сейчас сам с тыла зайду. Вот турель эти здесь еще. Так, прекрасно. Турель минус. Ты приперлась, Солнышко. Союза замочили. Так, 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 так. Давай вперед. Базу там даже не докрутим. Ой. Как-то все очень-не очень. Так, прекрасно. Сейчас опять с тыла зайдут. Ну, конечно, вот она. Минус. Дай я тебя просто тараном. Не выйдет, да? Виноват. Тихо, назад, прекрасно. Слушай, драномать. Ай-яй-яй-яй. Ну все, все очень плохо. Так. Так. У него генератора был на носу. Прекрасное существо. Не успею, походу. Да, не успел. Не смог я ему добрать последнего. Какой-то бой вообще совершенно никакой. Был я тут фейстанчил практически все время. Хоть бы одна у Союза. Можно было бы вперед выпустить. Может, тогда еще что-то было бы. Ну да ладно, не суть. Три фрага на команду. Два у меня. Сейчас могу быть третий. Но, увы. Посмотрим на результат. Ожидаемо. Мне дали упорного за это поражение. И 1187 очков. Внезапно. Дальше 500-300 и вниз. Ну да, примерно такие ощущения у меня и были. Примерно такие ощущения я имею в виду по результату в конце боя. Первый бой видоса. Вот он, соответственно. Едем. Во-во-во-во. Хорош там такая шайка. Лейка сразу прется. Даже на такой дистанции попадают. Смотри, какая красота. Ну и по мне сейчас тоже попадут на самом деле. Там хоер какой-то тусит. Ой, хоер с пулеметами. Погоди. Хоером с пулеметами надо заняться на самом деле в самую первую очередь. В большинстве случаев на таких мобильных крафтах играют ребята, которые знают, что такое красава, то с чем его едят. И представляют из себя реальную опасность. Но он там тусит за всеми. На самом деле правильно делает. Видел у него кабины еще, Тореро. Так, надо будет сейчас ему с фланга зайти. У нас минус два, у врага минус два. Так, у нас здесь союз уже зашел, ворвался. Красава. Я, наверное, сразу туда уши, потому что хоер там, походу. Э, хоер, а ты где? Да елы-палы. Он туда уже ускакал. Я тут за ним гоняю, охочусь. Вон там что-то непонятное. Ну, дробоват наш быстро его сейчас сожрет. Это похоже было сейчас только что на этот, на танк из Звездных войн. А вот и тот хоер. Слушай, я за тобой гоняюсь весь бой, блин. Отлично, отлично. Отлично. Так, а здесь у нас шнеки. Но на самом деле шнеки тоже не пережили ломовую атаку моих шил. И где-то остался последний враг. А где ты? Ой, дрономать у нас здесь. Ну, здравствуй. Здравствуй, моя хорошая. Давай своих дронов. Из пулеметов разрывать жопы дрономамкам, это вообще просто красота. Это просто кайф. Ты серьезно, у тебя сдали нервы, ты решил выпилиться? Эх ты, эх ты, эх ты. Победа, все противники уничтожены, 1343. Внезапно. Так, ладно, давайте возьмем крас пожирнее. Второй бы у нас был, следующий крас у нас получается на 6480 очков мощи. Фаворит и три шила. А также есть инвиз. А все враги что ли уехали отсюда? Ну почти все, одного там бросили несчастного. Причем он еще и самоноводяжкой им походу, но этот парень отсюда уже не уйдет. Да, я просто спикировал на фраг, подрезал его, кстати, еще одна дрономать-смертница. А, тут не только дрономать, тут еще и мини-ганы там были, еще попало, сборная Соленко. Пойду-ка я справа выйду, наверное, на того комрада, который пятится за гору, хотя он сейчас лицом на меня развернулся. И это не здорово, но в принципе, это в принципе не беда, ладно. У меня есть еще перкабина также имеется. Да ты, зараза, смотри, какой молодец! Красава, снайпер взял и выбил мне уже один из пулеметов. Да, правда, тот пулемет было выбить проще всего, поэтому, видимо, я его лишился. А мне бы срочно уронить свою жопу на точку Б. Хотя союзники там ашечку сейчас начнут откручивать, но я все равно должен стремиться сюда. Да, давай-давай-давай-давай-давай, все, я успеваю, все нормально, все, огонь. И-и-и-и в атаку. Так, отлично, пулемет ему отбил. Зато он не отбил все остальное. Гребаные копейщики. Ну, по крайней мере, я хотя бы продержался, пока союзник подойдет. Да, победы здесь врагу уже не видать. Всего 535 очков. Едем дальше. Переставил немножко пулемет. Он теперь будет чуть пониже и при этом еще установлен на решетку. Так что все, огонь. Да ладно. Что, прям вот так сразу, да? Откуда? А, вообще где-то там было. Ладно. Начинаем отстрел. 337 уже настакали, дай-ка поближе подлечу. О, красота какая, 137 и 12. Отлично, добит. Справа что, вообще что ли никого? Один-единственный враг там под гору и все. Так, к союзнику мешаю, отхожу. Во, давай-ка этим займемся. Опять же, хойер с пулеметами. Ну-ка, 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 ну-ка. Отлично. Два пулемета в минус просто у него сразу. Ах, ты ж скиловоз, ты сраный, блин. Ну, раз на раз, на самом деле, вы прекрасно понимаете. Думаю, по УП у этого пулеметчика я бы выиграл. Конечно, моя глупость была в том, что я так сильно залез, даже не обратил внимания, что там еще этот сидит со своими реактивными, не скажу чем. Ладно, бывает и так, едем дальше. Охренеть, это что за исчадие из экс-машины тут едет? Не, выглядит оно, конечно, прикольно, но в бою оно вообще бесполезно. Пофиг, пляшем. Пулеметом машем. Все враги там сидят в одной куче. Ой. Какой ты грозный. Все враги сидят в одной куче, это на самом деле ни разу не круто. Здесь еще с амоноводяжкин приехал. Союзники опять. Едешь в такой в прошлом бою? О, я мешаю союзу, надо отойти. Тем временем, твой союз. Бэ, поехать под Ковиом. Ха-ха-ха, стабильность. Давай сюда, свои амоноводяжки. Ой, гнезда. Вот и все. Ха-ха-ха, вот и все. Давай, есть еще гнезда? Давай, я готов. Видимо, есть. Хрен тебе. Понял, гнездовод? Давайте гнездоводу просто троллить. Ловить его ракеты и сбивать. Гнездовод! Гнездовод, ты где? Я готов. Ладно, нет, давайте лучше чем-нибудь серьезным заниматься, а не вот этим вот. Так, опять, кстати, пулеметчик был. И просто моментально он лишился своих пулеметов. Мне это, естественно, о-о-очень нравится. А там у нас аротроны. К аротрону надо подойти поближе. Тихо. А вот это вот нехорошо. А вот это очень нехорошо на самом деле, но мне уже тут явно ничего не поможет. Ладно. Ой, привет. Ха-ха-ха. Аротрончики вообще красавые. Причем аротрончики реально красавые. Они знают, что будут превозмогать, все равно берут это оружие и едут в бой. Респект вам, ребят. А здесь у нас победа. И 505 очков. Дайте-ка я возьму сразу следующий ховер-крафт, у которого будет уже 4 таких пулемета и та же самая кабина-фаворит. Единственное, что по сравнению с предыдущей ховер-кроватью, у этого будет чуть больше проблема с динамикой. Он такой уже потяжелее, повесистее. Пробуем. Задний ховер у этого крафта я все, что поменял. Вроде кажется, что 3% разницы в мощности не так и много. Но когда этих ховеров 2, это уже 6%. А где 6, там и 10. По цифрам вроде кажется, так-то это немного. Но суровые реалии математики и пустоши говорят об обратном. Иногда даже 6% сильно решают. Поэтому пускай будет так. Так, а тем временем, первый у нас уже отъехал. С этой плотностью огня, кстати, даже на такой дистанции весьма неплохо урон настакивается. Посмотрите, уже 4 сотни. Но это опять же при условии, что мной сейчас никто толком не занимался, меня никто не трогал. Так, а вот там я помыть не успел. Зато как вовремя, черт возьми, я сейчас отошел. Да, это сейчас все могло бы закончиться очень плачевно. Если бы я задний ход не дал. Здесь у нас что, башенные пушки? Причем еще и на гусеницах. Точно на гусеницах. Смотри, какая динамика. Дай-ка, наверное, к тому автопушечнику зайду. Пока он там сидит. Особо не чешутся. Башенники вряд ли будут пытаться меня здесь прострелить. Так, а автопушечник там просто взял и ушел под гору. Пофиг. Я еще до тебя доберусь. В принципе, за один прокаст я могу с четырьмя пулеметами развалить любого. С учетом наличия пирка-фаворита. О, привет. Эй! Отлично. Он наконец-то осознал, что я по нему стреляю. И решил дать деру. Хорошо, ладно. Так, что у нас здесь? Вот на скейт выходить, если честно, немножко очкова. А, это даже не скейт. Это парень с двумя палачами. Нормально разряжен. Пробуем, пробуем, пробуем. 261-31. Второй палач у него вообще на соплях уже? Ау, а за что? Так, один палач минус, второй палач минус. Все, прекрасно. Нет у него больше палачей, а у меня сейчас, походу, дела тоже нихрена не будет. На, нахрен. Так, отлично, 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 отлично. Да и что, блин, я-то в фокусе? Тихо, тихо, тихо. Генера! Арф. Попади ему по геннику. Красава! Красава! Молодец. А вот тот самый гусеничник. Блин, взяли и зафокусили. Ну ладно. Смотри, а этот парень сейчас может исправиться, ну, по крайней мере, с текущей целью. Но там будут еще две. А, те две цели, они вон уже сидят, не как улечки. Добей лучше сначала опасного. Добей опасного, дружи с Че! Давай, 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 давай. Один выстрел, и все, и ты победитель. Красава! Ну все. Я думаю, дальше он ратрулит. Какой наемный суицидник. Так, и последний. Отлично, тоже убивается. Тихо, тихо, отойди, отойди. Вот ты же мой хороший! Пять фрагов чел накосил, просто. Респект. 1618 очков. Ненамного он меня, кстати, обошел со своими пять фрагов. Ну, немножко все же обошел, да. Я вот сейчас смотрю на эти результаты, и знаете, что мне думается? Он на таких сетапах неплохо так-то выбивает репутацию. Другой вопрос, что для того, чтобы выбивать эту репутацию, опять же, нужны нехилые такие условия, непосредственно по крафтам. То есть, та же кабина фаворит, вообще мастхэв, а фаворит дорогой. Да либо там на совсем какие-то низкие омы это шило тащить с радиаторами. Тогда да, тогда там тоже прям результаты тоже идут хорошие. Наверное, поэтому и циник такой на шило никакой, что, чтобы оно работало, прям вот так работало. Нужны оптимальные машины. Оптимальная машина стоит нифига не дешево. Такие дела. Еще один бой на этом крафте, потом покатим уже на гусеничном. Эй, 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 завязывай, слышь, чё? Обрадовался такой, начал там фигащить. Так, там драна мать пошла. Блин, дай-ка, я должен быть там, я должен быть там и помогать. О, какая туша, да что ж такое-то, куда не вылезу, везде фокус. Тихо, назад. 340 уже настакал, кстати, так-то жир. Жирный жир, причем. 486 попало мы куда-то в геник, видимо. Да отстань ты от меня, я к тебе сейчас приду, понял? Так, у меня один пулемет уже искрит. Дальше, в принципе, все нормально. Пипец, там такая толпа напротив. Не, нафиг, я туда больше не хочу. Потому что один искрящий пулик, это уже очень грустно. Дай-ка я к этому автопушечнику подкрадусь, потому что... А, не, погоди, пока не подкрадусь. Пока что надо помогать здесь. Ну, Кавказей! Так, отлично, прекрасно, еще одного вырубили. Автопушка там осталась, сзади? Да, он там, сзади, за флагом сидит. Сейчас я к тебе приду, мой хороший. У меня ХП-213 такта и кабина голая. Пара выстрелов из автопушки и мне кирдык. Автопушка вперед ломанулась. Да что ж ты делаешь, автопушка? Так, давай, этого пошла... Да в смысле? Куда вы, зачем базу-то... Ну, такие сладкие печенюшечки в прицеле были, 957. Ну, ладно. Давайте попробуем тогда дальше уже на гусеничном крафте. Успокоился, месье. Он переключился, кстати, на другую цель. Меня это радует. А-а-а-а! Блин! Ну, кстати, часть ракет я сбил. Неплохо так, отходим, отходим, отходим. Другой вопрос, что я там неплохо так в перегреве был. Ой, дроны сожрали Союза. Союз проехался по зеленым соплям и просто отдался дроном. А я, походу, делал на очереди. Здесь от меня сейчас тоже быстро уже ничего не останется. Да хватит уже! Маленькие мерзопакостные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Одни скиловозы вокруг. Там дроны. Здесь ракеты. Что, ракеты? Вы не хотите больше, что ли? Ага, хотите. Ни хрена себе! А как это ракет? Да ладно! Да капец! Я сколько попаданий уже пережил. О, приедра на мать. Ничего, ладно. Ты когда-нибудь тоже научишься играть на чем-нибудь, кроме дронов. Не переживай. Так, 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 а вот эти мелкие засранцы. Можно из-за того и дронов спрячусь? Можно, 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 спасибо. Ааа, не сработало! Не сработало! Прощай, жестокий мир. Да ты долго меня убивать будешь? Малявка бесполезная. Все, уходим, 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 уходим. Аааа! Я выжил! Я выжил, я выжил, я выжил, я выжил. Хрен знает зачем. Видимо, за тем, чтобы базу захватывать. Типец, какой живучий крат. Слушай, столько пережил. Всего-то через такое адище прошел. Ха-ха-ха. И с тремя хп. Просто ворвался на захват. Все, нафиг. Спрячьте меня от всех. 496 очков за этот бой. И четвертое место. Пробуем еще раз. Первые клиенты уже прутся по мосту. Наверное, сильно далеко вперед сейчас не полезу. Отсюда просто спокойно постреляю. Пользуясь случаем, так сказать. Вот там только пушкарь, жалко, далеко встал. Погоди, дай-ка чуть назад отойду. О, да, вовремя отошел. Отлично. Давай, давай, давай. Заходи к нам. Заходи, мой хороший. Здесь уже не так просто, на самом деле, выселивать врагу там именно кабину. Все в этом духе. Конструкции такие уже более сложные у врагов, как правило. Оп. Готово. 490 на стекл. На более низких омах все в разы проще. Можно, конечно, прям плотную к врагу приехать. Все по красоте делать. Но, опять же, чтобы играть как дробовод, нужен крафт, как у дробовода. А у дробоводов есть что? Чего нет здесь? Правильно. Инвиз. Ах ты ж, зараза. Ладно, я здесь потусую. Сделаю вид, что я спрятался. Пускай он там сам сюда зайдет. Или ты не будешь сюда заходить? Ну давай. Ты же грозный пушкарь. Ну давай, ближе, солнышко. Смогу или нет раз на раз этого пушкаря? Давай попробуем. Ясно. Так, первый снаряд там в землю ушел. Давай теперь так немножко. Прекрасно. Ой, пошел ты нафиг. Там целая толпа уже. Кстати, он пошел вперед. Наверное, думает, что я ушел назад. У нас вообще отца устроил. Ладно, мне уже даже бесполезно к союзникам-то идти пытаться хоть как-то им помочь. Я попробую сейчас обойти просто. Это у пушкаря он, по ходу дела, не чешется. Да, он думает, что я ушел. Здравствуй, солнышко. Я снова к тебе пришел. Как твои дела? Радость моя. Я думаю, что не очень. Прекрасно. И на всю команду у нас три фрага, а там ассемблер сейчас делает из меня что-нибудь не очень хорошее. Че, очкуешь, да? Да я тоже очкую. Господи, иди сюда. Давай, 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 давай. Не, не хочешь, ну ладно, пока. Пока. А-а-а, о кассике говорю. Оп. Грозный убийца деревьев. А ты хорош. Ай. Да, здесь, конечно, прятаться не вариант. Роги слишком снайпера. Слишком снайпера. Да, именно так. Ну и все. Но это капец, конечно, было не бой. Они просто приехали большой красной кучей и раздавили всю команду. 864, ну и результаты, говоря, сами за себя. Я так сижу, обдумываю предыдущие бои и прихожу к такой мысли, что, по сути, мы с вами на всех очках мощи, на которых сегодня повоевали, уже вышли на неплохие такие результаты. Причем реально на неплохие. Больше косаря выбивали, а это уже о чем-то договорит. Но, но, либо это были низкие очки мощи, либо это были очень хорошо подготовленные крафты по модулям, хорошо подготовленные. Дорогие! Шило это не то оружие, на которое можно поставить там совершенно любую дермину, любую кабину, взять там любой модуль, там что попало, и поехать нагибать. С какой-то стороны это даже правильно, но с другой стороны... Ой, как хорошо-то тебе сейчас въехало-то, а? Да, вот сейчас уже не очень хорошо. Здесь еще циклоны меня поджали, на самом деле, вот что плохо. Так, отлично, ладно, я его развернул. Оп, нормально, жопу быстро выберу. Да иди ты нафиг от меня, циклон! Даже одну, походу, дело, автопушку ему не собью. Неа. Эх! Да, у нас здесь опять все так же радостно посыпались, как и я. Хорош он там исполняет. Сейчас посмотрим на результаты. На этих омах, на гусеничном крафте воевать, это вообще израд просто полный. Сейчас еще раз вернемся на те низкие омы, на самую-самую-самую первую машину. Ну-ка, 259, ну хорошо, хоть это не топ по команде, а то я, наверное, вообще был бы в ужасе. Вернемся на вот этот колесный крафт, и отнем еще на нем. Хотя, лично мне, больше всего зашло, ну, наверное, на колесном, и вот на этом крафте с четырьмя пуликами. С сумматорами парень сидит на горе, напрягается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая штука несется. Но эта штука как раз несется к парню с сумматорами. Ладно, хрен с ней, пускай несется, я лучше на центре помогу, потому что здесь наших явно уже давят. Это не очень хорошо так, там дробовод еще бота гоняет. Да? Да куда ты меня, блин, везешь? Так, все, огонь, все, огонь, все, огонь, 156, прекрасно. Давай-ка теперь сюда постреляем, 40, настакал 60, 70, 80, 90. Хотя, на самом деле, с рапирами я уже настакал бы здесь больше. На такой дистанции. Но сейчас подойду поближе, и ситуация, понятное дело, поменяется. Этому челу вообще пофиг, куда ехать, по-моему. Так, отходим. Погоди, стой, нельзя пулики подставлять. Отлично. Сверху еще сейчас выходит. Тихо, назад, 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 назад. Мандра-гора? Вот это поворот. Так, ну, Мандра-гора, это, конечно, хорошо. Все враги сюда на гору переместились, это не круто. Дай-ка я к этому пулеметчику раз на раз выйду. Он явно сейчас с претензиями. О, да, вот и ты. Пулеметом сбил, просто как на рыцарском турнире, блин. Шли мы с ним друг другу на встречу. Но для меня эта встреча закончилась лучше, чем для него. Еще один приехал убиваться, прекрасно. Пойдем эту Мандра-гору помучаем. 460, 560, 590. Ой, привет. Опять то самое чувство, когда твой крафт ненамного больше, чем дрон. Не успею. А, это он не успеет. Победа, база захвачена. И опять 1191 очко, почти выли стоп по команде. Ну, короче говоря, выводы очевидны. Либо мелкий Ом, либо дорогой крафт. Тогда да, во всех остальных случаях, мне даже браться за этот пулемет, если честно, по-прежнему страшно. Дальше мы с вами, скорее всего, посмотрим на понерфленный в одном из последних патчей дробоик Фафнир. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. История боев. Да, вот она. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»